и в общем я в детстве коллекционировал такие штуки знаешь вот на сигаретных пачках я не курил сразу вот эта верхушечка крышечка и если так оторвать ее можно там красиво сложить что она будет знаешь как такой прямоугольный брелочек там будет название там этих сигарет и я прям искал всякие разные пачки я прям коллектив у меня их было очень много здесь прям вот огромная коллекция и я ее там всем показывал маме она знала все без понятия есть честно вот как-то знаешь это же вот в детстве ты чем-то загораешься ты это делаешь буквально три дня а потом да ну как-то растворяется но у меня тоже такая история была я коллекционировала билеты в кино билеты на трамвай куда это все делать я уже билеты на трамвай счастливое ела а надо было ну надо было говорили что надо желание чтобы исполнилось что когда желание съедаешь и потом контролер тебя высаживает потому что денег на еще один билет нет понятно друзья начинаем 18 плюс на ваших экранах взрослые разговоры на взрослые темы как вы уже наверное поняли будем говорить сегодня о коллекционировании название нашей сегодняшней темы моя прелесть вот так вот да мы решили назвать сегодняшний выпуск итак мы уже обсудили да что с тобой мы коллекционировали все это куда-то пропало в бездумно на самом деле есть люди которые этим занимаются уже долгое время у них огромные коллекции чего бы то ни было коллекционирует все подряд мне кажется да ты же представляешь это надо вот иметь вот это вот желание все время это все сохранять да я вот смотри да коллекционирует и монеты из старые телефоны жуков ты знаешь мне кажется можно вообще любую вещь взять и начать коллекционировать и есть человек который уже этим занимается ну естественно это коллекционирует абсолютно все машины дома люди коллекционируют вот это приятная хобби мне кажется я бы тоже хотела коллекционировать машины и дома я тут начинаю знаете ли с билетиков да ты мне тут пример привозишь да я пачки сигарет по улице напоминаем вам если хотите участвовать в нашей беседе задавать вопросы нашим гостям в студии пишите нам на номер ватсап 8 938 481 34 27 обязательно прочитаем ваши вопросы в студии и думаю будет интересно да и также есть наше приложение которое называется краснодар телеканал краснодар не знаю причем она у меня скачет друзья качайте его обязательно оно весит немного там можно смотреть нас в прямом эфире в любое время ну не в любое время с 18 до 19 но в любом месте можно это сделать у нас есть другие программы да у нас может телеканал наш может встретить круглые сутки и также есть кнопка мобильный репорт репортер и вы сможете оставить нашим коллегой записать какое-то происшествие видео где вы станете этим очевидцем пришлете нам присылайте нам в редакцию мы будем рады всем вашим сообщениям ну и переходим к теме да не будем тянуть да моя приелись мы на самом деле мы начали говорить что коллекционирует монеты у тебя там коллекционирует и дома и машину такое тоже бывает но есть такое необычное хобби когда коллекционирует знаешь пауков но это я знаешь когда дома вижу паука я на какое-то время не живут это становится дом паука пока он не там не нагуляется не навеселиться я потом возвращать но как-то меня больше знаешь маленький пугай маленький самом деле которые вот эти я не не то что боюсь я собираюсь духом очень долго смотрю на него он смотрит на меня вот мы переглядываем я потом аккуратно стараюсь его да как-то взять и вот вынести я даже не хочу их трогать ну ладно друзья к чему мы это все да приглашаем мы к нам в студию виктора гречанова коллекционера пауков вот такое вот необычное хобби здравствуйте ну не знаю к счастью или к сожалению вы сейчас без пауков да да наверно к сожалению я вообще очень люблю демонстрировать откуда такая любовь вот это с детства все с детства у меня я жил с мамой с бабушкой у меня бабушка занималась моим воспитанием очень плотно и прививалась такие интересы и у нас была такая книжка старая советская широкоформатная называлась энтомология в картинках очень рекомендую на самом деле она актуальна и до сих пор красивые картинки и я там рассматривал и там были изображения крупные ну конечно мне было птицеедов над нам быть стрекозы жужелец и медведка огромным прям вообще под глянцевой странице вот такая книженцы а с чего началась коллекция кто был первый это домашний получил какой-то или нет если так прям глубоко туда я ходил и в детстве там собирал их в банку смотрел но они на самом деле даже не додумывался им там какие-то условия по влажности создать это очень важно для насекомых основную как же для пауков вот поэтому они погибали ну это было не долго можно там два-три померло я решил больше не делать у нас есть кстати видео вашей коллекции не так давно мы снимали с сюжет вместе с виктором и поэтому можем в принципе показать так самому давайте посмотрим хоть вы нам их не принесли но вот на видео видно это все ваши да питомцы да да это я может я их питомец я даже не знаю знаете как говорите если спал в доме значит это уже дом паука я взломатываю ноги но виктор не боится пауков а скажите вот вашему такому вот интересному хобби вы один живете или с кем-то или вот допустим с чего началось понятно есть невеста да вот и началось все на самом деле при ней на заре наших отношений и можно даже благодаря ней вот мы на тот момент встречались совсем немножко это было наверное месяца два только только начали где-то было и вот мы прошли губу шли просто гуляли по улице я такой вспомнил что даже паука всегда хотел вдруг уже можно купить его спокойно и я прям зашел на вид и поранусь и птицееды я позвонил человеку горит здравствуйте там птицееды у вас продаются не продаются я говорю прям настоящие настоящие прям 150 рублей всего на цена до веру и до 150 рублей а почему кстати так дешево он его поймать как потом не но как потом выяснилось это был была бархипельма биполосу нынче тилтокатал это паук пиццед который во-первых достаточно плодовитый а во-вторых самый распространенный и рекомендуемый для новичка вот поэтому на них и цены и они и сейчас рекомендуемый для новичка потому что максимально спокойные там агрессию ну за мой опыт то есть я от альба агрессии вообще ни разу не видел можно брать на руки перекладывать то есть они хотя это пауки у которых есть волоски которые не счёсывают вот то есть даже этого от нее добиться ну просто невозможно то есть вот это вот пол для человека который вот хочет познакомиться с ними от него можно не ожидать что там резко кто-то побежит он отсюда кинется или там будет чесаться теле будет нет вот прям и при всем при этом это единственный вид пауков у которых курчавые волоски кудрявые птицы едут единственного вот эти волоски пушистые они прям под подкручены и взрослые особи они прям выглядят как мохнатики прикольные сколько у вас сейчас в коллекции пауков примерно да ну разных видов больше пятидесяти вот так с учетом малышей около тысячи вот на самом деле такая разница около пятидесяти на суммешание тысячи крупных особей разных видов и родов около 50 может 60 точно не что малыши просто они там кто-то там по 10 по 20 штук плюс и из коконов там у них от там от 40 до 2000 может получиться потом мы с коллегами обмениваемся в разными видами что поддерживать популяцию вот что-то продается это тысяча есть коллекция какой-то городе арахнофоба мне кажется тысячи пауков но это же скрыть это все сложное содержание пауков дома дорогостоящие если если он один или два если вы его завели как томса дать себе для наблюдения то это прям вот на этот питомец мечты просто во первых стеклянный террариум да ему красивенький даже для взрослой особи ему там 30 на 30 кубика будет вполне достаточно вот поставил там в уголок на тундочку и он там стоит все квартире не передвигается они не издают никаких посторонних звуков они там ну не пахнут вот от них не летит шерсть его можно кормить официально зарегистрированный рекорд больше двух лет добровольный отказ паука птицы еда в коллекции от еды то есть вы можете если у вас ну там подрочный особь две-три недели спокойно без еды он обходится в отпуск захотели собрались и семьи уехали никого просить не надо просто в лучшем ударе то что паук знаете как рассказ рассказы такие боюсь что паук сбежит просто окажется где-нибудь у соседей никогда не сбегали ваши это очень распространенные страх я стараюсь не афишировать в соседях чем я занимаюсь да потому что ну люди на самом деле особенно кто незнакомый прям вообще не адекватно реагирует вот случай побегов были но обычно ну паук там это не мышка там не крис и кто нас хочет убежать куда-то не страшно то есть он обычно находится в районе в радиусе метр от того места где он был до этого они ленивые нужно поймать потемнее и и повлажнее и все то есть принципе можно потом я находил и через два месяца после побегов пауков окажется в конце что мы соседи не было такого чтобы он убежал и не нашелся сколько сколько они живут вот если как питомца как питомец в домашних условиях пауки живут очень долго потому что так мы как в ответе за тех кого приручили стараемся минимизировать риски все поэтому в зависимости от вида до 30 лет до 30 до 30 лет это самочки самцы у пауков седов живут поменьше прям значительно поменьше 35 лет примерно вот есть виды в регулярии вот например они мало живущие то есть 5 7 лет что 8 но в основном в районе 15 лет то есть это вы а как вы с ними играетесь вот так вот такой петель своему то нет смотрите на самом деле игра заключается в кормежке то есть я люблю покормить то есть несмотря на то что на мои животные много вот я не так что ты потом прошел за тех собачальник это все в миску насыпал и пошел я беру каждому один такой таракана вот по подразумевшим он вышел и ну прям кидаю вот и самое что удивительное они у них очень плохое зрение максимально плохой при этом таракан летит мимо и паук умудряется даже развернуться на свой свой раз даже сидя на стекле у так схватить поймать ну просто невероятно ты смотришь на это и каждому это вообще как человек как человек паук то что мы в кино видим это примерно так и работает что я снимал там на замедленной съемке это все это очень часто происходит не паучье чутье на самом деле вот эти все волоски они как раз через них познают мир вибрации звук температура все 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 учитывают и выглядит это как чутье они плетут паутину птицееды плетут паутину но не как привычки нам для лов то есть а скорее либо как для укрепления жилища или вообще некоторые виды просто жилища делают из паутины вот либо как наземные виды там как тоже альбочка у нее вообще паутины может казаться что нет но там такой тонкий тонкий коврик и он просто сигнальная сеть она понимает что кто рядом кто-то идет они очень ленивы поэтому в принципе и хватает места вот небольшого потому что есть прецеденты и я тоже пробовал девушка огромный террариум там декор все красиво что было а он там в углу сидит и ничего не надо ну просто в углу сидит и что туда ехать далеко то есть паука сидит ждет когда еда придет к нему вот поэтому когда ты хочешь откормить ты можешь кинуть 5 тараканов подряд и он их всех 5 съест то есть нет вот это как запутывают наши в паутинку там паучки нет всех съест потому что у него природа заложена он не знает когда следующий раз может поесть поэтому максимально заранее да и поэтому они все вот ну с такими вот бывшими духами ходят ты сможешь там вот такая голова грудь и вот такой как ты не снимаешь кажется что сейчас лопнет вот мы заговорили о том как вы с ними играетесь мне тоже у нас был отдельный выпуск 18 плюс когда мы говорили о необычных экзотических домашних животных да и вот сейчас так как немножко и эту тему мы тоже затрагиваем мне всегда интересно было вот заводят почему заводят там кошку собаку это чтобы тебя дома ждали что ты такой пришел обнял как-то до погладить до чтобы тебя ждали вот как это с боком как его так вот преласкать обнять кошка есть ненавижу вообще она обидит во мне просто грешок с едой на самом деле и собака у есть собака приходит хрест он машет прыгает ну собака рада тебе максимально потому что ты вернул типа ты пришел даешь и еду она даже ее не она тебе рада вот а с пауками ну они же выглядят ну тоже как мягенькие конечно пушистенькие котята ну порой прям ну вот я испытываю уже прям хочется взять его и вот но дело в том что он он не пушистый но он не мягкий у него внешний скелет скелет и он такой вот и ты его когда трогаешь тебе кажется что сейчас просто он повредить для что он хрумкнет просто у тебя в руках и все и поэтому вот аккуратно да да друзья приходят гости не боятся ходят у меня на на прошлой выставке у меня была паучиха и она полиняла неудачно и хелицеры в нее остались старые старые шкурки вот и я это поздно заметил уже она уже начало полностью отказалась от еды видимо смирилась вот но она прожила вот она после линьки ни разу не поев прожила три месяца и за счет того что не было хелицер я конечно воспользоваться я ее конечно натискался вот так вот можно и можно так вот прям бурать там инстаграме есть доски там сколочка опознает такая ну версичка версичек все любят регулярии версиколор очень очень популярный вид желанный к сожалению вот один из маложивущих ну да конечно такое хобби на самом деле не для всех но и очень интересное спасибо вам большое а вам напомним виктор гречан и коллекционер пауков вот такой спасибо вам хорошего вечера надеемся что в следующий раз вы уже к нам не один придете конечно с гостями до свидания хорошего вечера но захотелось тебе поиграть сейчас с паучком а мне на самом деле я думаю что я все равно боюсь но я бы хотел когда тебе как когда тебе это говорят что они милы что они не опасны ленивые иду так это же на самом деле признаю что да и пауки и змеи и все да в принципе все живые существа мне кажется они все красивые необычные но чтобы потрогать кого-то нет я никогда не решусь давайте перейдем сейчас вот такого необычного хобби тоже к не менее интересному но не такому пугающего на самом деле алексей виткалов любитель предметно-материальной истории здравствуйте добрый вечер у вас там пауков случайно нет сама где нибудь парахло из разряда коллекционирования так давайте тогда начнем на вот предметно-материальная история то есть это вещи разных эпох до вас на разных времен эпохи девятнадцатого начала 20 века которые не только можно коллекционировать но ими еще и можно пользоваться чем отличается антиквариат от остальных вещей которые можно коллекционировать то что то есть этим это все функционально рабочие с об этом полностью да и поговорим как раз конечно можно вообще нам трогать можно вам трогать можно это все посмотреть потрогать когда еще будет у вас возможность прикоснуться по сути экспоната экспонатом да ну расскажите что самое такое впечатляющее у вас коллекции понимаете такой довольно уже вопрос изъезженный что самое ценное ведь видов ценности на самом деле очень много и каждый предмет он по-своему ценен вот например возьмем ценность какая может быть у этого побитого стакана выглядит да на первый взгляд прикладной ценности у него нет использовать его невозможно да это тысяча восемьсот девяносто шестой год коронационный стакан николая второго сходынского поля именно за эти стаканы полторы тысячи человек было задавлено насмерть это те которые раздавали да он стал николаем кровавым вот благодаря вот этому памятнику халяви скажем так и где вы его нашли это коллекционный предмет стоимость этого невысока около трех пяти тысяч если бы этот стакан был хорошем состоянии у него бы была еще прикладная ценность он бы стоил где-то около 30 может быть даже 50 тысяч рублей это довольно как как вы находите все эти экспонаты и а уже время прошло много я больше 40 лет занимаюсь антиквариатом он сам меня находит уже уже не надо прикладывать к подобному это я понятен это пенсны все правильно защип для носа ведь на самом деле очки вот я не взял с собой взял только то что позволялось после после того как очки стали самым политизированным аксессуаром человечества ведь на самом деле в конце восемнадцатого века за очки гильотиной снимали голову вместе с париком которому они крепились французской революции очки были признаком аристократии поэтому в начале девятнадцатого века появились пенсны и лорнет париков не стало они были не в моде уже это щипок носа здесь прищепка и специальный зажим который позволяет закрепить это на носу я все время думал как оно делается да можете попробовать вот ущище вот они аккуратненько тянете ничего себе да ну друзья сейчас я стану такая штука при помощи которой а вот это с какого времени это девятнадцатый век вот так это лорнет называется ну как то мне кажется все таки кривовато на тебе повыше немножко нужно вот сюда посмотрите я ничего не вижу вот какая ценность у этих вещей давайте попробуем понимаете если я увижу это да у кого-то дома ну да красиво но я не понимаю не понимаете давайте разберемся это какое время это начало девятнадцатого века то есть здесь в настоящие стекла да но со сколами стали менять и начало хорошо в чем ценность вот такого вот этим предметом можно пользоваться да но никому в голову не придет но кто-то живой используя его используют для съемок фото и видео то есть уже есть прикладная ценность есть коллекционная ценность здесь есть маркировка соответственно можно соотнести какой-то исторической дате появляется историческая ценность художественная так как здесь работа с эмалию и так далее чем больше этих видов ценности в одном предмете сконцентрировано тем выше антикварная ценность предмета поэтому не бывает вот какой самой цены ну вот какой складывается деталь да есть технологическая ценность вот например вот эта шкатулка для чая это япония девятнадцатый век казалось бы ну что здесь такого сделать ну я вас уверяю сейчас уже такой никто не сделать вот это мне больше всего во первых здесь припайка осуществлена при помощи амальгамы то есть золото растворяли в ртути и потом прикладывали сейчас уже запрещены все работы с ртутью и драгметалом это какое время это начало двадцатого все что выполнено и сделано красиво вот такие эстетические вещи они сделаны до первой мировой войны до 1914 года после этого уже предметы стали делать более ширпотребными такими вот символ до казалось бы антиквариата часы карманные какие какая у них ценность ну прикладная скажем так мало кто пользуется такими вещами но в то же время как подарок можно это рассмотреть я всегда хотел себе такие часы да да мне казалось что это так это россия это очень эстетично кроме того это российский производитель часы довольно редкий это девятнадцатый век а с чего начинается коллекционирование вот если я увидела там интересную вещь я естественно не понимаю ее ценности не я знаю историй как мне обмануть себя когда ты начинаешь коллекционировать для того чтобы начать коллекционировать нужно во что-то погрузиться и вникнуть общем изучить историю купить в первый предмет из этого предмета начинается коллекция и когда начинаешь разбираться чего тут не хватает и понимают что тебя я так его спросите как и понимаешь что тебя поняли чем больше ты предметов накапливаешь, тем больше ты раскрываешь обманов, потому что мир коллекционирования это мир обманщика в первую очередь. Любое коллекционирование это иллюзия, которую в первую очередь о ценности придумывает коллекционер. Какая ценность? Вот железный ящик, смотрите. Есть выражение, да, черная касса. Все слышали, но мало кто знает, что такое черная касса. Это символ самой успешной общественной организации в истории экономики. Общество взаимного кредита, Кубанской области. Их изготавливали в 19 веке в Соединенных Штатах Америки. Ему принадлежали самые большие красивые здания в городах на тот момент в Краснодаре. Это здание Госбанка на улице Арджентина со скульптурами. Можете представить? 19 век, таможенное свидетельство сделано в США. Да, да. Согласны? Это копилка. Копилка, да? Символ общества. Да, каждый вступивший. Оно существовало по принципу взаимного кредита. Два кента приводили, третьего говорили, мы за него поручаемся. Ему давали наличными кредит. Вау. Ну там она какая-то такая, да? Это защита от выпадения монет. Очень грамотно сделанный ящик. Кроме того, здесь смотрите, обратите внимание, почему в Америке. В России такую технологию не выполняли. Это сталь, которая покрыта меднением, а потом еще покрыта химическим травлением. То есть, по сути, бросить в море он не прожавеет. И там ничего не было? Вау. Черная касса. Черная касса, действительно. После революции выражение, поскольку общество расформировали, оно было признано буржуйским, соответственно, черная касса приобрела уже негативный подтекст. Хорошо, давайте вот теперь вот так вот. Сколько могут стоить, например, вот эти... Часы 15 тысяч стоят рублей. 15 тысяч, хорошо. В нерабочем состоянии можно купить за три. Очень дорогая реставрация. Восстановление предметов – это самое дорогое. То есть, это рабочие часы? Да, конечно. Да, то есть, их можно завести? Мы антиквариат реставрируем и только после этого выставляем в продажу. Это механика же, да? Да, четкая русская механика причем. Допустим, у меня на самом деле есть наподобие таких часов дома. Да. И, естественно, опять же, повторюсь... Не рабочие. Нет, они не рабочие, но я и не понимала никогда. Ну, я знаю, что да, что это старые. Они серебряные? Не, я не знаю, если честно. Надо было принять. Все это легко определяется. Когда начинаешь погружаться в антиквариат, тем более у вас есть предмет, с которого вы можете начать. Вы берете его, берете лупу и начинаете изучать. Увидели циферку какую-то, надпись, поинтересовались, а что она означает. И у вас приходит, а, новое знание, б, когда вы начинаете читать об этом предмете, обязательно наткнетесь на цены. И вы уже примерно понимаете, о чем идет речь. Из какого он материала. С пробами серебра все очень просто. То есть, в принципе, у меня есть все шансы. Да, у вас есть все шансы. Тем более у вас есть с чего начинать коллекцию карманных часов. Вот так вот. А это всегда очень дорого и эстетично. Коллекционировать. И мужчин привлекает. Коллекции часов? Конечно. Все. Я поняла, в чем я говорю. Мужчины будут говорить, пойдем ко мне в гости. Скажут, чаю попить. Нет, коллекцию карманных часов посмотреть. Я вас уверен, побегут. Круто так вот. Показала, выгнал. Некоторые люди, наверное, вот я, допустим, не знаю вообще, что это такое. Я бы продала это за рублей 300 кому-нибудь. А оказывается, это может стоить, как вы сказали, тысячи. Ну, они в таком восстановленном виде, не забывайте, реставрировали. После реставрации, когда механизм проверен, заменены запчасти, смазан, есть гарантия какая-то на их работу. Хотя на антикварные часы, ну, редко дают гарантию, это очень сложно. Механизмы изношены. А вот у этого предмета, вот это, я так понимаю, и функционально пригодный, и прикладной. Какая ценность у них, вот в таком состоянии? Вот этот именно лорнет 15 тысяч. 15 тысяч? Да, здесь позолоченная цепочка, изготовленная индивидуально. Посмотри, насколько очки интереснее, чем сейчас делают. Ну, да, действительно. Ну, да, именно для рассматривания женщин, мужчин. Они привезли их после путешествия во Францию. И в качестве трофея привезли очень много лорнетов. И дошло до того, что специальным указом армейским по форме запретили пользоваться лорнетами, поскольку они смущали дам. Ну, представляете, дама заходит, а офицеры начинают ущелкивать свои лорнеты и рассматривать там ее разные части. Вот так вот. А вы еще не только коллекционер, но вы еще и оцениваете вещи других. То есть вам можно принести, да? Часто сейчас обращаются к вам. Я не могу назвать себя коллекционером. Я любитель предметно-материальной истории. Коллекционер – это тот человек, у которого системная коллекция, который готовит о ней какие-то там очерки. Хорошо. А я просто люблю различные предметы из прошлого. Но все-таки… А это что такое? Мы хотели сказать о ценности антиквариата, но антиквариат, он без рейтинга тоже не может существовать. Поэтому в рейтинге ценности антиквариата всегда на первом месте монеты. Монеты. Монеты бывают разные. Вот одна из редких монет. Это алтынник времен Петра Первого. Один из первых алтынников. Довольно редкий. Стоимость вот такой маленькой монетки около 30 тысяч. А покажите, пожалуйста, в камеру, чтобы крупно… Нет, вот камера напротив вас. Давайте попробуем. И это маленькая такая монетка. 20 тысяч рублей. Это какой год? 1712, по-моему. 1712. Да, в хорошем состоянии. Нет, я не буду стоять. Вот очень редкий предмет. Это одна из первых солдатских медалей России. Называется она «За победу над пруссаками». Немцы так оскорбились, когда русские первый раз зашли в Берлин. Это 1760 год. То есть, когда говорят повторить, не все знают, что мы повторяем уже… Уже много раз. Немцы так оскорбились такой медалью и такому оскорбительному названию немцев, что специальным указом было поручено собирать и выкупать эти медали. Тираж их небольшой. 35 тысяч. Это медаль перечеканена из монеты, поскольку тогда в России не было серебра дополнительно на обратной стороне Елизаветы изображена. То есть монеты – это самое… Монеты Пи на первом месте по рейтингу, если мы говорим, поскольку доступность материала… Вот, например, вот такие полкиники 24-го, 27-го года… Вот посчитайте, какие, да, цены… Каждый год? Каждый год, ну, в среднем, не каждый год, бывает год быстро там растет, чуть медленнее… Ну, в среднем, 50% в год, обычные полкиники за 20 лет. То есть сейчас цена такого полкиника? Ну, около 1000 рублей в хорошем состоянии. Ну, неплохо. Ну, за монетку. Хотя, учитывая, что это коллекционная вещь… Смотрите, а вот поскольку монеты, да, на первом месте, то, естественно, их подделывают. Вот здесь одна поддельная монета. Нам надо угадать, да, сейчас… Ну, угадать, не знаю, попробуйте. Подожди. Они разные по весу. Энергетика, что ли? Они абсолютно одинаковые по весу, у меня весы есть. А давайте попробуем. Ну, можете попробовать. Если вы по весу сможете определить, конечно, это будет интересно. Смотрите, у нас сейчас будет целая игра. Я могу сказать, что это не настоящая, а вот это настоящая. Нет, не говорите пока, да? Да, положите монету. Вес этой? 1979. Ага. Выбирай. 1985. Ну, то есть, да, действительно, практически одинаково. И? Мне это ничего не сказало, на самом деле. Конечно, фальшивомонетчики, естественно, они даже вес подделывают. Но сразу вопрос, да, если серебро и не серебро, а вес соответствует, значит, что должно быть разное? Размер. Размер. А он? О. А я еще знаю, что по звуку... По звуку, да. Ну, звуку, это нужно... То есть, которая поуже, наверное, она подделанная. Так, еще раз. Серебро тяжелый металл. Для того, чтобы подделать серебро, нужно больше другого металла. То, что тоньше, это оригинал. Точно. Все, понятно? Ничего ты не понимаешь. Вот это оригинал, да? Да. Смотрите, очень интересно. Нет, это не оригинал. Вот оригинал. Главное, я сказала правильно. Смотрите, вот, внимательно посмотрите. На монету здесь есть потертость. Обычно под серебро подделывают покрытием. Все остальное другого цвета металл. И вот здесь есть небольшая потертость, по которой можно... Вон, видите, вот она. По которой можно легко увидеть желтый металл под покрытием. Подделок очень много. Но можно даже не всматриваться, а посмотреть на поверхность монеты и увидеть, чтобы в этом разбираться, нужно понимать технологию производства монеты. Ее чеканит пресс. Он выдавливает в монете какой-то рисунок. Все остальные технологии, они не связаны с прессом, потому что это очень дорого и в производственных условиях только возможность делать. И все подделки делают литьем, кислотными всякими травлениями, просто вырезают на монете рисунки. И всегда можно увидеть, что поверхность монеты неровная. Вот если вы внимательно посмотрите сюда. Вы видите, она вся шероховатая. Вот это самый главный признак отличительной подделки. Мне кажется, в любом случае, без человека знающего, тут не обойтись первое. Естественно, это целая эпидемия, которая происходит уже больше 15 лет, вот подобных поддельных монет. И людям их втюхивают на заправках, на вокзалах. Да, мне тоже поражал, на вокзале купи монету 20-го года. Да, это эпидемия в буквальном смысле. Человек смотрит в телефон, опа, монета 200 тысяч за 1000 рублей. Конечно, он покупает. У нас случай был, приходит дама, вот такая важная, достает из сумки, ну вот подобный мусор. Он кладет ее на стол и говорит, и что вы можете, сколько вы можете предложить? Я говорю, ну у нас же не пункт приема металлолома, извините, там антиквариат. Но она оскорбилась, что вы даже не посмотрели на нее. Я говорю, ну давайте взвесим, покажу. В общем, взвесил, убедил ее, что она не соответствует по весу. Она достает, а у нее такой мешок увесистый, прям в тряпку завернутый, в пакете, грязная тряпка. И на стол. Я говорю, эти тоже можете вот забирать обратно. Я договорить не успела, она в обморок прям. А она думала, что это все. Она работает в Старокорсунской в магазине продуктовом. Пришли, два в рабочей одежде мужчины, говорит, принесли, траншею копали, нашли. А, говорит, у меня невестка в интернете соображает, она быстро там посмотрела монеты, говорит, там самое дешевое 50 тысяч и все остальные там 200, миллион монета стоит. Я говорю, ну правильно, на это рассчитано, чтобы вы заглянули в интернет и увидели цену. И несмотря, ну мы же слечили их, ну правильно, на это рассчитано, чтобы главное, они же похожи, похожи. Кто там будет в поверхность сматриваться? В общем, она 50 тысяч выложила за эту кучу металлолома, да, конечно, ей было обидно. Это называется, что не покупайте монеты в непроверенных местах, нужно обращаться к специалисту. Ведь на самом деле, если кому-то там охапку, не знаю, в машину в охапке принесут и скажут, вот купи там, ну мы не знаем, что ей ценность. Да, ну они тоже не будут. Алексей, спасибо вам большое. Пожалуйста. Это, мне кажется, нужно отдельный выпуск делать для этого. Алексей Виткалов, любитель предметно-материальной истории, спасибо вам большое. Оставайтесь с нами, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Друзья, скоро мы вернемся и дальше впереди еще очень много интересного. Вы даже не представляете, что еще можно коллекционировать, поэтому оставайтесь с нами. Друзья, мы вернулись, это 18+, взрослые разговоры на взрослые темы, а не Камилик. Артур Киш. Да, ну и мы, наверное, продолжаем сразу, да? Сразу, потому что времени остается очень мало, да, и сейчас поговорим про историю вообще монеты. Для этого мы приглашаем Анатолия Виноградова, научного сотрудника отдела истории и археологии и этнографии музея имени Фелицына. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Что же интересного? Мы еще не знаем. Мы все не знаем. Да, мы ничего не знаем о монетах. Что нужно знать? Ну, хотя бы историю кратко. Историю, да. Первые монеты появились, судя по всему, в Китае в 12 веке, по крайней мере, так считается. Они были литыми, медными, довольно крупными, но впервые монеты, которые несли на себе печать государства, то есть дающие гарантию, появились в Лидии в 7 веке до нашей эры. То есть это такое культурное наследие, которое к нам пришло с цивилизацией, и ему уже более 2700 лет. Естественно, что со временем... Почему появились монеты? Они были, как правило, из драгоценных металлов, которые имеют свойство не ржаветь, не портиться, сохранять ценность стабильную. Это было очень приемливо в те времена. Кстати, их можно было обменивать на товары. Правда, цена этих товаров была низкая, поэтому делали монеты из разных металлов, из золота, серебра, из меди, бронзы. Ну и в том числе и железо. Допустим, в Риме были железные пруды, которые выступали в качестве монет. Или плиты такие большие тоже из железа. И железо использовалось как деньги. Да, я на рынок плиту взял железо. Вы напрасно иронизируете. Дело в том, что железо в древнем мире было достаточно дорогим металом. Да, я понимаю, я про это и говорю. И вот когда в музее показываешь наконечник, скажем, копья или наконечник плуга, то говоришь, представьте себе, что стоит это все по весу металла, железа, но только в серебре и увеличить это все три раза. Люди находятся в шоке. Но это же еще и колоссальный труд в то время сделать все это из-за того. Безусловно, безусловно. Потому что не только железо, но если говорить о монетах, то изготовление было достаточно сложным. Это были специальные технологии созданы. Они менялись со временем, с течением времени. Ну, в основном это была штамповка, конечно. Какие в России появились первые монеты? Какие или когда? Когда и какие? Дело в том, что в истории монетного дела России существовал так называемый безмонетный период. То есть, когда собственные деньги мы не печатали. Правда, были серебрники и златники времен 10-го примерно века. Ну, это были скорее, на мой взгляд, скорее политические такие игры. Почему? Потому что их выпущено было всего несколько сотен. Нельзя признавать, что это ходячая монета. В последующем мы использовали в основном западноевропейские таллеры и дирхемы с востока. И вот эти монеты ходили у нас на Руси. В частности, можно отметить, что такие монеты встречаются по пути из Варяг в Греки. Вот на этом пути часто встречались клады. И в частности, Векслер и Мельникова, это бывшие сотрудники Музея истории в Москве, ГИМА. Вот написали книгу «Московские клады», и там упоминается, что, например, был найден такой клад, примерно 900 килограмм серебряных монет в огромном чане. Это вот просто ребята забыли. Кто-то заначку сделал. Да, и забыл, или, возможно, пострадали и не смогли найти. Ну, то есть я правильно понимаю, что в то время, по факту, люди пользовались одними монетами. Да, это реальные деньги. То есть это не виртуальные деньги, как теперь, потому что, ну что это бумажка? Собственно, производство стоит совсем немного, и она не обеспечена фактически. А то были реальные деньги, на которые можно его купить. Ну, а если продолжать в двух словах, то в последующем у нас появляется в удельный период, это примерно конец 14-15 века уже в каждом княжестве отдельные монеты, а единая система монетная России складывается, начиная с 1533 года, с Еленой Глинской, которая привела эту реформу. Ну, и в последующем вы знаете, что Петр I провел такую реформу, которая стала основой, а потом еще несколько реформ, которые привели, в том числе, к золотому стандарту в 1897 году. Ну, скажите, вот сейчас все эти истории, когда монеты находят, выкапывают, перепродают, есть ли у этого какая-то юридическая сторона? То есть это же истории, это клад, это какие-то музейные, может быть, фонаты? Конечно, безусловно. Это же так просто делается? Безусловно. Дело в том, что, к сожалению, в нашем государстве, ну, собственно говоря, и в других тоже, вот коллекционирование монет, и вообще все связано с нахождением кладов, это скорее всего серая зона, так называемая, в законодательстве. То есть что-то говорится, что-то не говорится, и можно путем трактовки закона повернуть, что так, что так, да. Закон, что дышло, знаете, да? Куда повернешь, что там вышло. Вот так и здесь. Есть в гражданском кодексе понятие клада, что это такое. Есть понятие культурной ценности в законе о культуре, есть понятие права вывоза и так далее. Там есть масса законов. В частности, вот закон 245-й 2013 года, который говорит о так называемых черных копателях. Там все это довольно подробно расписано. Ну, к сожалению, еще раз говорю, ни в мире, ни у нас пока еще четко нет определенных вот таких законодательных параметров, чтобы было ясно, что вот коллекционер или вообще собиратель или кто-нибудь делает это правильно, справедливо, на основании закона. Увы, пока нет. Я правильно понимаю, что сейчас вот уже таких монет, как были там в 17 веке, то есть по ценности, сейчас уже таких и не производят? Ну, то есть раньше же это вот просто было в обиходе у людей, эти монеты. Но они вот сейчас имеют огромную ценность. А будут ли вот наши сейчас монеты, там через 200 лет люди будут ходить и говорить, вот у меня 10 рублей. Деньги золотые, типа. Ну, во-первых, есть так называемые памятные инвестиционные монеты, которые у нас производит, соответственно, прежде всего Санкт-Петербургский монетный двор. Ценность их достаточно велика. Самая большая, самая крупная монета и номиналом, и весом была выпущена вот 5 килограмм золота чистого. 50 тысяч рублей, посвящена 150-летию Банка России. Ну, я надеюсь... 5 килограмм, 50 тысяч рублей. Да. Монетный. Номинал. Номинал, да. А, собственно, стоимость там выпущена, насколько мне известно, то ли 2, то ли 3, никто официально не заявлял. А ценность ее сейчас составляет порядка 65-70 миллионов. Ну, это же вот как раз-таки монета, которая специально выпускается. Теперь вернемся к тем монетам, которые называются ходячие. То есть, вот, допустим, просто я беру и нахожу у себя 5 рублей. Если вдруг... Сейчас, извините. Если вдруг вы будете искать такую монетку и у себя пересматривать, и найдете, ну, или там, да, самое обычное, самое банальное. Но у них есть разница, какой монетный двор в час. Да. И вот если вдруг вы найдете 5 рублей 1999 года, московского монетного двора, то считайте, что вам попало как минимум полмиллиона. Какого года еще раз? 1999, московский монетный двор. Отлично, смотрите. И что мы тогда с этим делаем? До полумиллиона. До полумиллиона. Да. Круто. Теперь надо проводить экспертизу и через аукционы домов. Заглядывать почаще, друзья. Ну, увы, к сожалению, только одна пока известная. А, да? Одна такая монетная? Да. Ну, вдруг кто-то ее потеряет, расплатится за хлеб, и она пойдет в обороте. Спасибо вам большое. Анатолий Виноградов, научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии музея имени Филипсона. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Хороший вечер. Мы вас отпускаем. Спасибо. Мы сейчас приглашаем следующего гостя. Тема такая интересная. Да, к тому, что я вот заявила перед рекламой, что еще можно необычного коллекционировать. Проходите, пожалуйста, да. Потому что, о, выглядит впечатляюще, но... Коллекция впечатляющая. Инесса Леонова, коллекционер порционного сахара. Это как вообще? Вот как это нам пришло в кухню? Я сейчас смотрю, что там вау, там очень много интересного. Все задаются вопросом, но оказывается, коллекционирование порционного сахара, это очень интересно, познавательно, это исторический момент. Я как хранитель истории в России коллекционирую не только порционный российский сахар, но и... Давайте мы сейчас сразу для телезрителей покажете в камеру вот и самую интересную вещь. Не знаю, на ваш взгляд. Конечно, это очень сложно. Мне кажется, вы все любите, но вот что-то вот... Я пришла не с пустыми руками, я сначала хотела вам подарить вот чаю, кофе, чтобы вы... Или мы начали свою коллекцию. Да, смотри, я начинаю коллекцию часов, ты начинаешь коллекцию часов. Конечно, хочется самого ценного, самого старинного, самого необыкновенного начать, вот, потому как история порционного сахара, она невелика. Самый первый пакетик порционного сахара был создан в 1950-м году. Вот самый-самый-самый первый сахарочек – это Голландия. Но я вам хочу еще на 20 лет старше показать сахар, это тоже Голландия, но это пирамидка 1930-й год. Не каждый коллекционер в мире имеет возможность в своей коллекции держать эту находку. А вы, когда к вам приходят друзья, вы убираете их подальше? Чтобы, не дай бог, кто-нибудь в чайник. А то кто-нибудь говорит, что, есть что-нибудь, сахар какой-нибудь, и бам, 30-й год, высыпал в кружку. Шаловливые ручки так и тянутся. Как можно вот проигнорировать, выпить чашечку кофе с таким сахаром? Это же кристаллизированный, да, сахар? Да. Я прям хочется открыть, я хочу показать вам. А вот… Так, ну-ка, руки. В дне улюбленных на стол жена вам накроет или девушка. У вас такая огромная коллекция. Я так понимаю, что есть еще какие-то… Я все расскажу. У нас мало времени, я понимаю. Ну вот. Это что? Это тоже сахар. Это тоже порционный сахар. Видите чайничка. Вот такая красота. Где вы это все находите? Я… Путешествуя по миру. Путешествуя, обмен со своими соратниками, со своими друзьями. Ребята, это тоже сахар. Вау. Я думал, это фотография. У меня другие есть еще картины. Это вот панно из пакетиков сахара. А вы думаете, это что, лепешка какая-то? Нет. Это сахар, наверное. Это порционный сахар. Облепиховый? Облепиховый, с добавкой, да, в сироп и облепихий. Это наш российский сахар. Хочется задать вопрос. Вы чай с сахаром пьете? Нет. Нет? Нет. Не так, у вас дома есть сахар, которым могут воспользоваться друзья, да. Или вы просто им раскладываете, они сидят? Ну, смотрим. Обычный бытовой порционный сахар, пожалуйста, для употребления, коллекционный, нет. А как вы относитесь вообще к красотному сахару? Вот, глядя, глядя на вашу коллекцию, мне кажется, что вы... Что это за мешок, килограммовый, посмотрите, что это за красота. Вот я приняла такую сахарную голову, она маленькая, но они бывают и 2, и 3 килограмма. В 1930-х годах в России была утеряна такая мануфактура и способ приготовления порционного сахара, как порционная голова, да, сахарная голова. Ну, сейчас уже в Подмосковье наши сахарные заводы, пожалуйста, можно... Это, по-моему, Венгрия. Да, это Венгрия. Вот так вот, да? В Венгрии со 102 стран в моей коллекции находится сахар. Я же правильно понимаю, что вот здесь вот в папках это все тоже сахар? Это все сахар. У вас дома целая стена посвященная. Вот у меня где 7 шкафов, вот таких 7 шкафов. Они занимают всю мою комнату. Комната называется сахарная. Это тоже сахар. Вы никого не выгоняли уже? Красиво. У меня большой дом. Мне надо расширяться. Ребят, ищите себе жилье, потому что нужна вторая комната для картин сахара. Вот представляете, ну как вот прийти с друзьями и пересмотреть свою коллекцию? Это же замечательно. Это очень здорово. Можно коллекционировать вообще все, что угодно. Мы это доказали сегодня. Я начал уже коллекционировать сахар. Так, это вообще-то нам с тобой. Вот чемпионат мира по футболу. Думаете, прошел даром? Нет, он мне здесь. И сахар должен сделать. Вы думаете, фигурное катание прошло даром? Нет. Любой праздник. День Святого Валентина, пожалуйста. Исторические места, пожалуйста. Социальная реклама в сахаре на домиках, пожалуйста. Это, мне кажется, можно листать или листать. Сахар. Вот, пожалуйста. Слушайте, мне кажется, ни одного эфира не хватит, чтобы рассказать о всей вашей коллекции. И это действительно очень... Вам это нравится? Это безумно красиво. Это необычно. Я даже не знал, что это существует. Это красиво, смотрите, история. Наши советские открытки. Но это все вот на сахаре. Представляете? Какая красота. Новогодняя. А вам не предлагал кто-нибудь купить это все? Хочу вас купить. Кто ж продаст? Да, действительно. Это же история. Инесса Леонова, спасибо вам большое. Действительно... Во-первых, спасибо за подарок. Спасибо вам, коллекционерам. Эфирное время не щадит никого, понимаете, да? И вот для того, чтобы показать вашу коллекцию, не хватит и часа, мне кажется. Приходите в гости. Я приглашаю вас домой. Отлично. Сюда вы. Действительно, я хочу построить на сенечку под сахаром. Только чай пьем без сахара сразу. Чай берем с собой. Чай берем с собой. Я куплю в магните. Все, договорились. Спасибо большое. Инесса Леонова, коллекционер порционного сахара. Друзья, уже совсем скоро начнутся новости. Да, друзья, вот так вот коллекционируйте все, что вам нравится. И когда-нибудь это выльется в такую историю. И будете передавать своему поколению вот эту вот всю историю. Можно и вот таким образом начать. Спасибо вам, друзья. Завтра встретимся. Программа будет ровно в 6 часов вечера. Завтра мы не встретимся. А, завтра. Мы встретимся в понедельник, друзья. Хоро, я заработаю. Митя уже пора отдохнуть, а не Камелик. Хороших выходных, да, Артур Киш. Программа «Семного спресса». Видимся в понедельник. Ровно в 6 вечера. Это будет новая, не менее интересная тема. Пока-пока. Пока.